Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Так получилось, что попала в роман с мужчиной. Переспали, впечатлилось, но я не прояснила о будущем, полгода было счастье, встречу романтика, вёл себя степенно, а потом я поговорил и очень надеялся, что мне надо семью. Я в разводе и хочет только свободных отношений. Был искренним и сказал, что он сильно привязался к моей лёгкости и душевности, но с ним очень похоже, и что если я его брошу, поймёт. Бросит хотя бы о дружбе. Мне больно это слышать и боюсь, что появится зависимость от такой дружбы. Подскажите, если она между мужчиной и женщиной. Я в него влюблена, он хочет дружить. Если бы не приспала, то да. А как сейчас, с другой стороны, порваться с ним радикально может неправильно, может я вымозг и порчу отношения. Подручили, он может остепенился, привезнулся ко мне и замуж предложил. Помогите мне, если ясно, такое ощущение, что я не могу мыслить логически и путаюсь в трёх шёстках. Смотрите. Здесь есть три основных момента. Первое, то, что вы не доверяете себе. Второе, то, что вы хотите семью и не воспринимаете мужчину, иначе кроме как потенциального мужа, что очень мешает. И это второе. И третий, это то, что вы как-то вот не очень осознаёте, что вы делаете. То есть, знаете, вы пишите «попало в роман». Ну, вы и не попали в роман. Вы выбрали вот такого рода отношения. Это ваш выбор. Это ваша ответственность. Поэтому начинать нужно с тобой, чтобы брать ответственность за свои действия, за свои желания и за своё поведение. Что это значит? В первую очередь, это лучше разбираться в том, чего вы хотите. Не оперируя одной только формой. Дело в том, что, судя по тому, что вы описываете, семья и то, что вы ждёте, что мужчина ступенится, говорит о том, что вы человека как такового не принимаете вот таким, как он есть прямо сейчас и здесь, а как бы ждёте, что он вот станет, условно говоря, тем, каким вы хотите его видеть. Это, на мой взгляд, большая проблема, потому что для отношений очень важно, чтобы человек воспринимался и принимался таким, как он есть. В этом случае этого не происходит. Вначале это может то, что вы хотите, семью. Семья, в данном случае, судя по вашему описанию, является формой проявления ваших вот так скажем потребностей каких-то. Вот. Ну, например, потребности в защищенности, потребности, опять же, может быть в своей значимости. Вот. Потребности в том, что вы сами хотите. Может быть даже речь идёт о обретении, об обретении, точнее, вот какой-то полноценности может быть что ли. То есть вот такое вот вполне может быть, такое вполне может присутствовать. Вот. Если это есть, если это присутствует, то вам в первую очередь необходимо выявить свою потребность и расширить формы её реализации. Потому что, может быть, вы сможете построить семью. Может быть, вы сможете выйти замуж, может быть, он вам предложит замужиться, а может быть и нет. И что делать в таком случае? Что делать вам в том случае, если человек вам замужество не предложит? Понимаете? И вы, на мой взгляд, вполне, ну, вполне оправданно боитесь попасть в зависимости от дружбы. Вот. Потому что вы будете всё время ждать, что человек вам предложит замужество, а он не предлагает, и в итоге вы всё время находитесь в подвешенном состоянии. Дружба между мужчиной и женщиной быть может, но не в вашем случае, потому что в вашем случае есть элемент как раз-таки влюблённости. И вот. Есть элемент влюблённости, есть элемент, собственно говоря, других чувств, и, соответственно, о дружбе речи в данном случае на мой взгляд, в принципе, быть не может. Поэтому тут, конечно, речь от вас, но мне кажется, что нет, потому что у вас есть к человеку другие чувства. Наличие интимной жизни не является каким-то препятствием для того, чтобы находиться в друзейских отношениях, вот. Но вот чувства и какие-то ожидания, вот, чувства, ожидания, надежды, конечно, на это влияют, и влияют довольно сильно. Поэтому я бы сказал, ну, вот, что именно дружить, наверное, нет. Именно дружить, наверное, не вариант. ну, по крайней мере, по крайней мере, на данный момент не вот. Вот, конечно, вы можете попытаться это сделать, но, на мой взгляд, на мой взгляд, в этом смысле вы обречены на страдания и на, ну, так скажем, дискомфорт, вот, постоянно. вот, это то, о чем мне хотелось бы вам сказать сейчас. И развивать доверие в себе нужно, то есть, развивать контакт с тобой, чтобы ваша определенность не зависла от действий другого человека, вот, потому что, ну, как бы, у мужчины могут быть, собственно говоря, свои какие-то желания, свои какие-то предпочтения и свои какие-то цели, вот, и как мне кажется, ставить вот свою жизнь в зависимость от него, от, ну, от мужчины, я имею ввиду, идея не самая лучшая, мягко говоря. Вот, хотя бы вот просто потому, что это делает очень сильно зависимый вас об ситуации с человеком. Вот, вот, наверное, так. То есть, я бы здесь вот для начала, да, для начала я бы здесь предложил бы поисследовать вашу эмоциональную сферу, вот, я бы предложил поисследовать сферу ваших чувств, да, сферу ваших желаний, вот, сферу ваших переживаний, прежде чем решать, будете ли вы дальше в отношениях с мужчиной, да, и как-то вот подходит ли вам вообще человек, потому что, ну, у него немножечко вполне возможно, немножечко ну, другие взгляды, да, немножечко другие приоритеты, и в общем и целом это на мой взгляд вполне нормально, вот, ну, на мой взгляд, так крайне мере. Вот, конечно, 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 решать вам исключительно, вот, но если говорить о каком-то вот хорошем отношении к себе, да, если говорить о каком-то элементе заботы о себе, да, если говорить о вот всех таких вещах, вот, то я бы, я бы, конечно, ааа, ну, заострил бы внимание на этом, пожалуй, вот, а дальше уже, как бы, смотрел бы, вот, по, ну, по существу, да, то есть, как вот, как вы бы, вот, в этой ситуации бы, например, поступили бы, да, в угод, как бы, вот, вы в этой ситуации решили бы действовать, например, например, понимаете, да, вот, я думаю, что, так вот. А, так что, то, что вы запутались, как вы сказали, вот, в трех соснах, это не случайно, это следствие того, что, ну, что, вероятно, вы уже давно пребываете в таком, таком состоянии, потому что есть ощущение, что, ну, есть ощущение такое, что мужчину вы, вот, ну, восприняли, как кого-то, на кого можно, вот, переключиться, вот. На мой взгляд, это факт очень тревожный, вот, на мой взгляд, факт очень тревожный, я бы, вот, не рекомендовал бы вам, ну, как-то, вот, в этом направлении двигаться, я бы рекомендовал больше, я бы рекомендовал больше двигаться все-таки, вот, как-то в сторону исследования себя, я бы рекомендовал как-то двигаться больше в, ну, вот, в сторону, вот, повышения, так скажем, уровня, да, своего, своего эмоционального интеллекта, вот, потому, потому что, на мой взгляд, только, только так вы могли бы себя хорошо, ну, хорошо понять, да, только так вы могли бы хорошо в себе разбираться, вот, но, в остальном, конечно, именно в остальном решать вам, как действовать, дальше решать вам, я надеюсь, только, что вы, ну, вот, примите верное решение, именно относительно своей жизни, вот, на этом, я думаю, можно мой ответ закончить, я хотел бы пожелать вам всего самого доброго, удачи, хотел бы пожелать вам успехов, хотел бы пожелать вам найти себя, хотел бы пожелать вам вот, ну, выбрать специалиста для работы над собой и, ну, и, соответственно, как-то вот, ну, как-то о себе, да, 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 прям, прям, сейчас, сейчас у меня нет ощущения, что, что вы о себе прям заботитесь, у меня сейчас нет ощущения, что вы это делаете, у меня сейчас больше такое ощущение, что вы, ну, наоборот, идете, вот, по пути, несколько, ну, несколько другому пути, да, вот, и этого важно избежать, вот, этого можно избежать, но вопрос, на мой взгляд, заключается, в том, хотите ли вы, хотите ли вы этого избегать, понимаете, да, какая штука идет, вот, поэтому смотрите, решайте, вот, думайте, и, соответственно, если, и когда вы решите, вот, обращайтесь за помощью, мы будем, мы с радостью вам поможем. я, в свою очередь, буду надеяться, на то, на то, что вы дадите обратную связь, по моему ответу, это, это позволит вам начать работу над собой, вам, это позволит вам, ну, сформировать первый, первый, такой, может быть, психотерапевтический опыт, вот, именно, вот, обратная связь, на, ну, на мой ответ, могла бы сформулировать для вас те аспекты, которые, может быть, на текущий момент являются, скажем так, проблематичными для вас, естественно, я ни к чему не хотел бы вас призывать и принуждать, вот, все решения принимаете вы, но, по моему опыту, к сожалению, вот, такие компакты, вот, которые, ну, вот, вы описываете, да, вот, они без коррекции, без, ну, определенной психотерапии, да, приводят к довольно-таки печальным последствиям, вот, потому, что человек в этом смысле ведет себя не совсем сознательно, вот, не совсем естественно, то есть не совсем является собой, является собой, вот, ну, и я думаю, что вы прекрасно понимаете, что ваша легкость и душевность, вот, ну, про которую вы говорите, очень, ваша легкость и душевность очень быстро уйдут, если вы будете, вот, как бы, продолжать такую линию, такую модель поведения, вот, с другой стороны, я бы рекомендовал вам несколько, ну, может быть, немножко по-другому, посмотреть на ситуацию с мужчиной, да, вот, то есть в смысле того, что человек сам ведет себя искренне, в смысле того, что человек не пытается вас обмануть, в смысле того, что человек говорит вам как есть, вот, и это на мой взгляд достойно, ну, как бы, выдает то, что мужчина достойный, да, как минимум, то есть он не пытается вас в этом смысле обмануть, и на мой взгляд это, ну, довольно многого стоит, как мне кажется, вот, поэтому в этом смысле опять же, я, 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 я бы не пытался дружить, дружить, потому что, ну, как бы, у вас не, у вас не получится в страну, потому что, ну, вы не готовы просто сейчас к дружбе, это нормально, вот, ну, может быть, попросить какую-то вот, попросить какую-то паузу, да, и, просто, ну, просто попросить, попросить паузу, и, дать вам время, например, в себе разобраться, ну, почему нет, почему нет, не разрывая отношения, как бы, вот, почему нет, я думаю, что ничего дурного в этом, в этом нет, вот. Желаю вам удачи, успехов, вы большая молодец, что просите о помощи, но это только первый шаг, вот, следующий шаг, это выбор психолога. Удачи вам.